Субтитры создавал DimaTorzok Это дома, построенные из газобетона Это замечательный газосиликаз Прямо скажем, сертификат испытания лаборатории Лаборатория выдает сертификат, сертификат, материал лямбда-01 Ну фактически R, это получается примерно 3.23 при лямбде-01 Когда он попадает в естественную среду, у него получается влажность совсем другая От того, как он испытывался в лаборатории Но проектный институт опирается на что? На сертификат лаборатории, да? Лямбда-01 И мы получаем огромное количество созданий и домов Которые в принципе никакому классу на кофте не соответствуют Чтобы удержать в спокойном состоянии капризную и опасную субстанцию Под названием СПГ применяют самые современные и надежные материалы Теплоизоляция танка сложная и многослойная Сначала сталь покрывает чем-то вроде эпоксидной смолы А затем на стены и пол навешивают вот такие панели Здесь 30 сантиметров пена полиуретана Затем 10 сантиметров березовой фанеры Снова пена и только потом сталь Когда я наконец проникся в теорию энергоэффективного строительства Я понял, что этого мало, друзья Но куда класть утеплитель, любой другой утеплитель? Для того, чтобы догнать коэффициент теплосопротивления кровли Вот этого чердачного перекрытия до 13 единиц Как требуют немецкие теоретики пассивного домостроения Мне надо было бы догнать толщину перекрытия до 1 метра и стекловатые Как вы будете мыть окна? Друзья, действительно, второй свет штука Которая у всех вызывает непроизвольную эрекцию Но я уже пользуюсь этим домом Я понимаю, что все-таки недостатки у этой плюшки европейской есть Олег решил задать мне каверзный вопрос наконец-то И я буду на них отвечать Я задаю Яндексу вопрос Яндекс, а что является самым теплым домом? Какой материал является самым теплым материалом? Яндекс отвечает Вот задай мне вопрос, почему ты эти стены спустила готовность? Я скажу Яндекс, 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 ты же рассказал У нас и проектировщики так сделали, понимаешь? Если бы мне сказали, что только из кирпича Я бы, конечно, из кирпича остался где-то Я же не знал А эта штукатурка, это как утеплитель? Вот если взять... Не знал, не знал Но недостаток вот этой единой конструкции То, что эти стены, внутренние полистиролобетонные стены Во-первых, они широкие Это внешние стены Это внешние стены 66 или 67 сантиметров А вот это сколько? 40 То есть 37,5 плюс штукатурка 40 Привет, друзья! С вами Московская деревня и канал Айхаус Термоплюс Все Друзья, Олег Кузьмичев приехал ко мне в гости И мы примерно 2 часа потратили на то, чтобы просто понять Какие у нас с вами концепции домостроения Частного домостроения Я был в восторге от изучения его дома И в принципе, я думаю, не меньше Не меньше так эстетическое, как минимум удовольствие Олег получает от изучения дома Построенного по технологиям Близким к пассивному домостроению У нас здесь на участке 3 дома Мы в принципе можем взять камеру и походить по ним А сейчас лучше задам Олегу парочку вопросов Как вам, Олег, впечатления? Ощущение от увиденного? Вообще, я могу поставить вот этому всему проекту 5 плюс 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 Потому что в доме на самом деле планировка изумительная Вот этот двор, он тоже изумительный Особенно по краям два здания Это редко такое видишь Это какой-то европейский дворик Это ташкентский... Ташкентская рублевка Итак, друзья, вот мы зашли в наш дом И Олег расскажет свои впечатления Ну, мне что понравилось Вот эта прихожая сколько квадратных метров? 22 22 квадратных метров прихожая Сюда могут зайти ваши друзья С детьми Подруги И подруги И самое главное, они все здесь поместятся Здесь удобно А здесь, ребята, вот я попал сюда Как будто я попал в какой-то дворец Помните, у нас раньше старые дворцы были с колоннами В Сталинском ампере Мы заходим Там балконы Где-то 7 метров 7 метров, да? 3.30, 3.30 и 3.30 То есть, воздушность пространства, она просто чувствуется здесь Вообще, шикарный вот этот зал со вторым светом Правда, как вы будете мыть окна? Друзья, действительно, второй свет штука Которая у всех вызывает непроизвольную эрекцию Да, но я уже пользуюсь этим домом Я понимаю, что все-таки недостатки у этой У этой плюшки, да, европейской есть Кстати, модель, проект дома Это американский дом, как мне сказали Ну, в проектном бюро В Америке, правда, я не был, к сожалению Поэтому, ну, буду верить на слово В общем, проблема у нас Вернее, у тех людей, которые делают второй свет Следующий Мыть окна нельзя Открывать на втором этаже Открывать окошки Маловероятно Убрать пыль с подоконников невозможно Единственное решение этой проблемы Ну, наверное, Олег мне подскажет Вариант один, да, это просто не делать второй свет Или нанимать компанию, которая будет вам мыть эти окна Либо быть очень продвинутым проектировщиком И пристраивать под окном Делать мини-балкон, так сказать С перилками, чтобы можно было Выходить на второй этаж С балкона И там, как бы, обслуживать эти окна Адекватно это или неадекватно Я не знаю Но, в принципе, мы когда поднимемся на второй этаж Я еще раз вернусь к этому моменту Вы поймете, о чем речь Наверное, так, да? Ну, да Также сейчас еще мода пошла На безрамное остекленение Вставляют вот в эти стеклопакеты безрам Ну, во-первых, это дорого Люди хотят сэкономить на рамах Во-вторых, я уже крови столько Эти мне безрамные окна выпили Я их столько разбил Я их столько демонтировал И Олег со мной, так сказать, согласился Потому что реклама рекламой На окна домогатского можно мастурбировать Но пользы от них, ребята, реально никакой Больше беды, больше беды Ну, беда какая Например, жена, даже если на первом этаже у вас будут окна Она со стремянкой не полезет снаружи их мыть Ей будет просто страшно Ну, что правильно, дотянется до конца первых окон А вторые окна, все Ну, может и дотянется, а может и не дотянется У кого какой-то цоколи У тебя здесь на плите А если у вас дом на цоколи, какого-то метра Не полезет ваша жена В большинстве случаев Придется мыть окна вам Или ждать весны и приезда Бахадыра и его команды, друзья Так что, второй недостаток Ну, нельзя проветрить Это тоже Потому что свежий воздух, который мы через окна получаем Он все-таки свежий А не через нашу систему вентиляции В которой бактерии Ну и всего полно там Вот как пример Когда окна нужно мыть На большой высоте Вот окно Ну, вот стремянка, женщина, она не полезет Вот второе окно То есть, эти окна должны открываться Чтобы изнутри их можно было помыть В каких случаях можно сделать Окна глухие Это вот здесь Потому что здесь на самом деле проблем Помыть нету Вот я стою и могу помыть И женщина любая может помыть Вот так можно комбинировать Давайте зайдем внутрь Вот это окно Открываем И моем Дальше по поводу воздуха Вот у нас есть Режим просто проветривания А есть еще режим микропроветривания Вот если видим Оно чуть-чуть дергается еле Вот в таком режиме Можно даже оставлять окна В режим микропроветривания Для подачи воздуха В помещение Хотите посмотреть Как дети у вас гуляют в огороде В саду Вот открыли Крикнули Не надо выбегать из дома Это про окна Ну что, друзья Олег решил задать мне каверзный вопрос Наконец-то Наконец-то И я буду на них отвечать Ну, Василий считает Что это технология пассивного дома Но пассивный дом Он на самом деле Это сам вырабатывает энергию Еще отдает Соседям Это уже активный дом Друзья мои Нет, пассивный дом Он не потребляет вообще никакой энергии Да Он не потребляет У тебя отопление Или газ, или электричество Или газ, или электричество Все, пассивность здесь забудем То есть мы будем говорить О энергоэффективности дома То есть наименьшем потреблении Электрической или какой-то иной энергии Печной, допустим Да, или иной Вот почему ты выбрал не каменный дом А именно полистирол-бетон Вот в чем причина была Было все достаточно интересно На самом деле я не выбирал Тюгарию пассивного домостроения В проектном бюро мне составили проект На газобетон И дом этот должен быть построен Из газобетона В процессе подготовки Накопления денег Я задаю Яндексу вопрос Яндекс А что является самым теплым домом Какой материал является самым теплым материалом Яндекс отвечает Полистирол-бетон То есть на самом деле Полистирол и газобетон Они были на первом и на втором месте Но я выбрал полистирол-бетон Потому что В отличие от газобетона Этот материал не трескается С газобетоном это просто беда Выбрал завод Закупился Начал строиться Но строил-то я обыкновенный дом Он никогда Он по проекту не был пассивным И в процессе строительства Я познакомился Друзья мои С пониманием Что такое Тепловое сопротивление Тепловая защита Стеновых конструкций И когда Проектировщики тебе говорят Что твой дом теплый А другой программный комплекс Типа смоткалка Говорит Что твой дом Просто проходит по ГОСТу Ты понимаешь Что тебя где-то обманули Вот Поэтому Поэтому Ты начинаешь копать 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 Знакомишься с институтом Пассивного дома Понятием Что такое пассивный дом Понимаешь Что утеплителей здесь Явано мало Явано мало И единственное Ну в тот момент Уже был фундамент И стояли стены Соответственно У меня стала задача Как эти стены Утеплить До крыши мы пока не дошли Я купил 16 сантиметров Толщиной плиты Первый утеплителя В два слоя Там была укладочка И соответственно кирпич Почему кирпич Блин Я люблю кирпич И кирпич Вечно будет Самым Красивым Отделочным материалом Гораздо Ну Дороже Чем штукатурка Но все таки Визуально Это конечно же Более красивая штука Которая никогда из моды Не выйдет Вопрос был А почему ты использовал Кипсон штукатурку Слушай Я Как нормальный человек Покупает штукатурку Приходит Никакая штука Штукатурка Нет Я сначала Гипсон штукатурка А потом Ты же поклевал Я прихожу на рынок Говорю Дайте мне Гипсон штукатурку Бойцы киргизы Которые Ну На нашем рынке Щелковском работе Говорят Вот это самое лучшее Окей То есть они По всей видимости Отталкиваются от отзыва Если люди говорят Что ребята При нам сделали говно Они бы мне сказали Вася не покупай говно Понятно Поэтому и место Это лучшее Вообще У кого есть дома Из газоблоков Из полистиролбетона Из любых простых Вот таких Энергоемких материалов Всем советую Гипсон штукатурку Вообще не применять А применять лучше Цементно-песчаную Потому что Она накапливает Какую-то энергию Особенно для газоблоков Полезно Она накапливает Во-первых Теплово Во-вторых Если у вас газоблок Он же паропроницаемый То есть это Пары вместе с воздухом Из-за разности температур Проходят через этот газоблок И вот эта штукатурка Цементно-песчаная Из-за того Что она нагревается По отношению к гипсу Она эти пары Выводит обратно В помещение То есть тепловая энергия У холодной штукатурки Тепловая энергия Может использоваться В качестве Аккумулятора тепла Вот так Понятно А эта штукатурка А эта штукатурка Это как утеплитель Вот если взять Про наши монолитные дома То наоборот Надо использовать Гипсовую штукатурку Потому что Там температура стен У нас В разрезе 21,5 градусов И чтобы не был Пересушенный воздух Мы гипсовую штукатурку Там используем Для того Чтобы она Регулировала Микроклимат По влажности Вот только для этого И опять же До стены Дотрагиваешься В монолитном Железобетонном доме Она уже не такая Или холодная Или не такая горячая Но обжигающая То есть она получается Как газоблок По ощущениям Но вот в таких домах Надо именно Холодной штукатурки Цементно-песчатый Кроме Кроме Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Кроме этого Я хотел бы признаться Еще в одном Маленькой недоработке Друзья мои Объясняю Здесь весь дом Вся конструкция дома Создана из Полистиролбетонных блоков И как бы это Единая конструкция Но недостаток Вот этой единой конструкции То что Эти стены Внутренние Полистиролбетонные стены Во-первых Они широкие Во-вторых Они не инерционные Широкие Давай покажу Какие они широкие Вот Нет, давай Нарушные стены Сначала посмотрим Это внешние стены Это внешние стены 66 66 или 67 сантиметров А вот это сколько? 40 То есть 37,5 Плюс штукатурка 40 Ну а теперь Давайте посмотрим Стены в монолитном Железобетоне Вот Они такие Тонкие Вместе со штукатуркой С двух сторон Гипсовой штукатурки Ну примерно Где-то 190 миллиметров Это стена плотная Если будет Межкомнатная перегородка Эта стена Не будет пропускать звук Да Можно Из полистиролбетона Из газоблока Сделать 150 миллиметров Стенку И сделать Вот штукатурку Но шумоизоляция Именно из Таких неплотных Материалов Как газоблок Пеноплистирол Она будет На низком уровне Телевизор будет работать В соседней комнате Вы будете все слышать Вот вторая стенка Вот как выглядит В разрезе Вот у нас Монолитный железобетон Вот у нас Гипсовая штукатурка Вот у нас Цементно-песчаная штукатурка Здесь санузел И в санузлах Именно надо Цементно-песчаную штукатурку Быть потому что Она меньше набирает влаги По поводу стенку Вот Олег мне правильно сказал Когда мы были у него в гостях Он говорит Массиво Инерционность дома Это очень важная штука И у него дом бетонный Но у него тоже Светимаро есть Штукатурить надо Красить надо И в этих домах тоже Светимаро Белый силикатный кирпич Ребята Мы бы получили Просто бы конфетку У нас Половина стен Которые здесь находятся Нам не надо было Ни ему, ни мне Не надо было делать Поэтому в принципе Когда он Дом мутит Монолитный Если бы заказчик Был очень продуманный Он бы перегородки Просил бы делать Из красивых Элитных Космической красоты Кирпичиков И тогда его заказчик Был бы просто в восторге От того что у него Половина работы Просто не понадобилась бы И Олег бы просто Он говорил Просто половина стен Не надо было бы штукатурить Здесь 100% штукатурка У него в монолитных домах 100% штукатурка А если бы вот эта И вот эта стена Две стены хотя бы Были бы кирпичные Да Это половина Это огромная экономия денег Поначалу Нет, нет Не экономия Там это то что Работа очень довольно-таки Дорогая Работа дорогая Шукатурка-то стоит Ну что Она копейки стоит Олег, кстати А тебе такой вопрос Ты мутишь дома Полностью из монолита А неужели Твой заказчик Не просит Сделать ему Красивую кирпичную Стеночку Хотя бы одну Не говоря уже Все перегородки Сделать из кирпича Потому что Блин, красивая Не, ну мы можем Не открыть одну стену А потом эту стену Выложить уже В ходе отделки Она тоже будет Грязная вся А, то есть В принципе Делать все-таки Но в том доме Ни одной стенки Нет, у нас просто Никто не бросит Ну, нет Людей надо просвещать Люди иногда Музыкантами работают Я не знаю Там хореографами Согласен Ну а почему У нас монолитные стены Полностью Во всех перегородках Во-первых Ну давайте Подойдем Опять же сюда Вот У нас Один 150 миллиметров Вот представьте Какая площадь У нас высвобождается Квадратуре То есть Пятно застройки У нас меньше Очень больше Вот если взять По отношению Вот к этим стенам Вообще Все это не доставит Широкие стены Второе Монолитные стены Перегородки Они у нас как аккумулятор тепла Что там получается У нас Здесь 23 градуса Здесь 23 градуса Значит Какая температура будет Стена 46 23 Кто понял О чем Ребята 23 градуса температура У нас теплые полы Начинается температура 24 градуса У нас стены Фактически Получаются Теплые стены Чтобы Вот в вашем Доме Это сделать Вам что надо Здесь Заштромить Уложить туда Верну Труб И запустить Туда Вот Будет тоже Самый эффект А если вы В монолитном доме Сделаете Хреновое утепление Не из спирт-монели А просто Из какого-нибудь Дерьма Из любого Можно сделать Главное Чтобы сделать Качественно Без разницы Да Друзья Кстати Вот мне спрашивают А нахреновая Если ты вот этой Ерункой занимаешься Ты же мог бы Типа Вот сделать Как Глеб Грин Да Поставить кирпичики Газоблоки Дом в один газоблок 40 сантиметров И все было бы у тебя Шикарно Я вам сразу отвечу Что Я вам сразу Отвечу Что ничего Шикарного Не было Если вы Продвинутый Инженер Возьмите Посчитайте Сколько будет Жрать Электричество До Глеба Гринфельда Если бы он Не его построил Этот дом Если бы Толщина Стенки Была бы 40 сантиметров Из газоблоков Я бы В месяц Платил Электричеством 30 тысяч рублей Каждый месяц Ой Каждый больше За это дом Ну давайте 31 тысячу Я лично Почитал Но действительно Не заморачивался 30 тысяч рублей Потому что В этом доме В этом микрорайоне Вообще Нету Газа И перспектив По газу Никаких Нет Ну что Ну смотри Мы бы сказали Те штукатурку Холодную Сделали А если ты Внутри Обложил Кирпичом Все стены Это было бы Конечно Еще Дорого Лучше бы 60 миллиметров 60 миллиметров Пир плиты Оставить А не 120 Ну Не 108 У тебя Сколько 160 160 160 Вот у тебя У тебя уже утеплитель Естественный Есть Это полистирол Бетон Это естественный Утеплитель Добавил туда 60 миллиметров Пир плиты А на остальные Деньги Купил кирпич Да Ну Олег В принципе Вы уже все Поняли Что он Помешан На инновационности Каменных Стен Каменных Полов Я не помешан Это просто Обыкновенная Теплофизика У вас Все работает Радиаторы Теплые Палы Ну куда у вас Воздух-то уходит Он у вас Уходит В трубу Вентиляции Все Ну можно Это Заморочиться За 600 Там Тысяч Установить Эту Систему Рекуператора Зачем Зачем За 600 Тысяч Зачем Если Можно Сделать Стены Нормальные Зачем Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А теперь к эксперту в кавычках Добавил субтитры DimaTorzok 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 то у него дом был немного теплее только из-за того что она собирает тепловую энергию то есть она снизу у нас это воздух поднимается она температурой и примерно 25 градусов все дело в том что сам материалу то есть друзья марка я подожди это расскажу 25 градусов это фактически у вас комфортные теплые полы на втором этаже подписывайтесь на канал василий как не надо делать друзья мы сейчас поднялись на второй этаж здесь бойцы таджики занимаются утеплением дома кровли изнутри друзья утепление кровли изнутри почему у вас возможно и у меня возникает проблема на хера ты утепляешь дом изнутри ведь можно было потерпеть снаружи изначально я повторяю что этот дом не был энергоэффективным это был просто просто дом для которой могут эксплуатироваться нормально при наличии газа здесь для просто дома был просто уложен 300 миллиметров подушка минваты она давала шестерку примерно по коэффициенту теплосопротивления вроде бы многие скажут нормально типа госту соответствует и слава богу вы про госты говорите там когда строите врагу да вот вот когда хочешь построить врагу строй по госту когда хочешь сделать что-то европеоидное изучают читай больше литературу научной околонаучной на тему энергоэффективного строительства так вот друзья когда здесь в доме у нас уложены балочная балочная системы между балок не стропил это балок между балок утоплены утоплена подушка не стекловатами а мин минваты которая дышит вот она реально дышала до вчерашнего дня в этой комнате точно все дышала она реально пропускает хорошо воздух и когда я наконец проникся теории энергоэффективного строительства я понял что этого мало друзья но куда класть утеплитель любой другой утеплитель для того чтобы догнать коэффициент теплосопротивления кровли вот это чердачного перекрытия до 13 единиц как требуют немецкие теоретики пассивного домостроения мне надо было бы догнать толщину перекрытия до одного метра и стекловатой чтобы удержать спокойном состоянии капризную и опасную субстанцию под названием спг применяют самые современные и надежные материалы теплоизоляция танка сложная и многослойная сначала сталь покрывает чем-то вроде эпоксидной смолы а затем на стены и пол навешивают вот такие панели здесь 30 сантиметров пенополиуретана затем 10 сантиметров березовой фанеры снова пены только потом сталь то есть версия нарастить подушку утепления сверху до метра идиотизм все с этим согласны давайте я расскажу пенопласт идиотизм согласен студия идиотизм к чему мы пришли мы пришли вот к этому об этом они уже точно расскажут он тоже так он утепляет так же почти смотрите если там у нас будет пленка и каменная каменная вата каменная вата базальтовая плита у вас этот потолок как ты делаешь там он где-то так но об этом уже слышали то есть все тепло уходит поднимается вверх и уход через различные щели чтобы эти щели минимизировать надо или заливать плиту и сверху утепление делать либо бетонную кстати плиту либо спорно монолитную плиту чтобы решить эту проблему вот можно склеить вот этот утеплитель собрать собрать вырезать штробы как вот здесь вырезаны в стенах неестественные вырезать штробы чтобы ставить его туда штробу запенить самое главное замкнуть чтобы отсюда не поднято воздух ни одной щелки не было даже со спичной головкой вот и василий этим занялся единственное когда я был в гостях он мне показал что делать надо ровно так как я планирую только с точностью наоборот это самый эффективный вид утепления минимум грибов у нас грибы только по краям и стропильная система здесь будет укладываться прямо на утеплитель швы уже прошприцованы снимается пента клей вот так выглядит у нас утепление плиты перекрытие между чердаком холодным пир плитами 120 миллиметров перед нами стена 150 миллиметров и вот она еще не утепленная мы видим что мы сделали выпуски здесь наклеивается будет утеплитель 120 миллиметров и он будет плотно примыкать к тому и вот он что сделал он купил 150 миллиметров пир плиты я немножко тебе про эту категорию здесь уже было бы достаточно вот этого полтинника но человек если хочет и деньги есть почему бы и нет денег нет спонсоры спонсоры вот и вот это утепление до 13 она не будет работать то есть ну в душе это хорошо цифра какая 13 а на самом деле что-то будет 50 миллиметров сюда поставить что вот это будет работать одинаково продолжать но смотри у тебя здесь температура 25 это потолок между утеплителем каменной водой какая температура будет понятия нет честно посмотрите смарт-калки мы сейчас наверно где-нибудь здесь в калькулятор залезть и посмотрите там это какая будет там температура там будет температура в любом случае плюсовая теперь представьте вы в городе сочи живете зачем в городе сочи утеплять стены если у вас это 150 миллиметров пир плитой если у вас плюс 5 10 на улице то же самое хорошо если вы в иркутске нет в иркутске мы говорим это про то что у тебя сейчас есть вот это перебор но если человек хочет почему бы нет немцы написали я верю немцам вы верите немцам я верю сезь бы в принципе даже и 30 миллиметров это пир плиты хватило но единственное чем плохо 30 миллиметров она немножко уже это жиркает и вот полтинничка достаточно было бы и деньги бы сэкономил а так как дети устали на юг ездить василий решил потратить его деньги на первую температуру 150 миллиметров почему снизу вот смотри почему я снизу тебя потому что сверху кем засунешь между балок у него сверху просто технически это невозможно закрыть всю крышу вот он слезает снизу делает уже все это самое его случае правильное решение закончим на том если вы хотите сделать вот такой тёплый потолок то и у вас уже там это 200 миллиметров каменной ваты то достаточно 30 50 миллиметров пир плиты больше не нужно самое главное мы защищаем чтобы у нас него это воздух не выходил через этот утеплитель вверх вот вот его предназначение все больше ничего ничего делать не надо дополнительно еще и теплоизоляция потому что того уже достаточно кстати обратил внимание где выход у тебя на чердак покажи друзья сейчас мы покажем выход на чердак это достаточно интересно и это прямо плюсик в теорию энергоэффективного домостроения ладно друзья шагаем короче на показ очередного помещения так в общем сначала я зафигачил себе выход на крышу здесь вот над головой покажу покажем куда-то укладывать шпир плиты вот сначала было здесь но потом когда я прочитал книжку про пассивное домостроение я понял что это неправильно то есть я выбрал одну из одну из детских спален и на балконе и на балконе соорудили мы вот этот вот выход хорошее решение выход на это вход на чердак именно через балкон вообще самое грамотное правильное потому что зачем вам в комнате нужно дыра такая если есть балкон вопрос еще а почему окна то у тебя простые ну сколько у них 1 0 8 максимум 0 8 смотрите друзья я сейчас давайте лучше расскажу пойти по этим окнам окна здесь рехау что профи профи грехау коэффициенты по сопротивлению там то ли 0 6 то ли 0 8 небольшой стандартный почему я не стал делать какие-то финскую или там другую технологию сейчас объясню во первых финские окна которых многие знают если не знаете это окна состоящих из на самом деле из двух окон там метр стоит 100 тысяч рублей никакого смысла вот в том-то и делаем можно просто нормально стекло пакет двухкамерный поставить и нормальный профи хотя бы в районе единицы ну нюанс вот то о том что олег вам пропагандируют нормально 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 это пипец как дурак поэтому проще как не очень как финны делают как финны они просто ставят первое стекло из одного стекла первое окошко из одного стекла и все без без воздушной камеры а второе стекло вот такой вот нормальный поэтому принципе мне проще всего в этом доме взять купить еще обыкновенный рехау рехау кофе сейчас я на нем пальцем показываю сейчас он давай расскажи что ты хочешь я тебе расскажу что у тебя получится то есть вот к текущему к текущему окошечку добавить точно такое же окошечко большего размера с тем чтобы одно окошечко открываясь не мешало другому окошечку поставить еще добиваемся хорошего успеха тебе до дальнейших ждет если это сделать давай первое это не система это самопал получается как у нас раньше ставить у нас эти окна они в принципе не дышит помещение нас влага открываешь и проверить 2 на проверить сама между раму влага осталось так тепло сюда не попадает окошко холодное здесь получается конденсат если температура будет она начинает потеть а если температура на улице будет очень холодное то здесь появится еще и налить так что не надо это делать и жилье красивые сниженки а снежинки это это красавец если кто-то хочет именно вторую раму поставить это там фены делать у них разработана целая система там инженера сидят а вот этот самопал не прокатит и вот олег топится охрененно дорогие крутые там толстые стекла а я говорю ребята я не про толстой стекла просто хорошего вот я вам сейчас скажу олег сделаем не стекло сопротивление 3 хотя бы гостовское ну это уже будет дорого поняли да а почему 1.2 тебе не нравится 1.2 это уже круто потому что газоблок в стеновой конструкции 1.3 в стеновой конструкции когда попадает газоблок не тот который с предприятия выше в лаборатории отдельным куском а именно в стене он 1.3 сопротивления это замечательный газосиликаз прямо скажем сертификат испытания лаборатории лаборатория выдает сертификат на этот материал лямбда 0.1 ну фактическая это получается примерно 3.23 при лямбде 0.1 когда он попадает в естественную следу в среду у него получается влажность совсем другая от того как он испытывался в лаборатории но проектный институт опирается на что на сертификат лаборатории лямбда 0.1 и мы получаем огромное количество зданий и домов которые в принципе никакому классу энергоэффективности не соответствует плюс к этому у нас как бы мы не открытые двери проводим нам приходят индивидуальные застройщики говорят а я не может быть дома у меня котел не справляться мы говорим утепляет руку так мне же сказали на заводе что утеплять не надо ну пойми на заводе спроси как хотел чтобы справляться вот кстати крупноформатный поризованный керамический блок то есть результат вообще очень интересно то есть расчетное значение твоих блок огромный фактически один и нас пытались за него подать приехали ребята мы его им раскололи оказалось они нарушают технологию просто его как сказать производство на испытание они отвезли один продают они всем другую ну что то не знаю суть какова а я друзья смотри проще всего не заниматься и покупать не давать этим про стекольщиком и окончиком дурные деньги проще всего использовать простые вещи украинские теплые шторы жалюзи а-ля вася жалюзийной системы вот такие вот на рельсах об этом я уже принципе говорят жалюзи снаружи жалюзи внутри то есть все это дает эффект офигенский на самом деле газ аргон который будет у вас в камерах стоит копейки и даже возможно дешевле чем вот эти шторки будут стоить работать уже будет эффективнее если вам уже нужно защититься от палящего солнца то вы можете поставить многофункциональности год будьте экономить на кондиционирование вот если поставить энергоэффективность и код вы будете экономить еще на потере еще тепла короче добавить тут но в окнах то дорогое не сами стеклопакеты да они стоят денег фурнитура очень больших денег стоит если вы хотите чтобы у вас ручки работали вечно и хорошо открывали закрывались а здесь не хорошо открывается здесь только фурнитура может стоить от 15 это 10 тысяч рублей там более-менее приличные и до 300 до 300 евро вот в это можете на фурнитуре сэкономить на хорошие нормальные теплые окна поставить друзья а если вы хотите сделать своей квартире тепло вот прямо сейчас не в партии не в квартире а в доме в доме просто квартире смысл не просто за шторки шторы и уже я уверяю вас что конструкции видишь что и вашего холодного окна добавят вам неплохой градус в вашем помещении вот и все всем пока всем пока до новых встреч до свидания с вами был Олег Кузьмичев и Василий Костюченко я так понял что через яндекс то узнал из чего можно построить самый теплый дом ребята никогда не пользуйтесь яндексом к таким вопросам задавайте вопросы гуглу гуглу тоже не надо вообще надо учить теплофизику потому что внутри должен быть холодный материал кирпич а снаружи должен быть утеплитель пенополистирол бетон это в принципе тоже сам утеплитель если вы хотите без утепления снаружи построить дом из полистирол бетона то это материал отличный но если вы снаружи его утепляете зачем он тогда нужен да полностью согласен это вот давайте кстати встанем к нашей забавной черной стене ну